Дорогие друзья, здравствуйте! Поскольку на улице было ветрено, то рассказываю вам за кадром. Вчера, 25 октября, я дал концерт в селе Андамский Погост замечательного Ватегорского района. Переночевав у замечательной женщины Людмилы Николаевны, утром 26 октября я отправился на трассу примерно более километра от дома Людмилы Николаевны. Там буквально сразу же я поймал попутку мужчину Алексея, который ехал в Пудаш, и он с радостью согласился меня довезти до поселка Октябрьский, где был запланирован мой концерт. Буквально пару минут назад я поймал попутку, ждал всего минуты 2-3, это очень здорово! Друзья, я еду в поселок Октябрьский, очень здорово, что на второй машине попался добрый человек, очень здорово, что человек оказался с города Пудаш, Карелия, до которой здесь по сути недалеко. А люди из Карелии это тоже замечательные люди, которые в беде не бросят. Дай Бог ему здоровья, ну и, конечно же, удачи на дорогах и хорошими людьми на жизненном пути. Вот, друзья, я спустя 10 минут доехал до поселка Октябрьский, с трассы до поселка Октябрьский, 2 километра, но вот этот замечательный человек, житель города Пудаша, согласился меня завезти прямо в этот поселок, сказав, что 5 минут ему погоды не сделают. Вот этот замечательный поселок, вот здесь такая речка протекает, вот, ну хоть не на камеру, хоть на это, скажите хоть как вас зовут? Алексей меня зовут. Алексей, замечательный человек Алексей, который просто вот действительно взял, остановился по доброте душевной. Приятно, приятно, что такие люди у нас на русской земле остались. Здесь вот тоже пилорама, друзья, наверное, тоже единственное предприятие. Зато, друзья, чисто, домики старенькие, крыши старенькие, вот, но воздух чистый, будем радовать здесь людей. Немножечко заблудились в Октябрьском, у местной бабушки спросили, где дом культуры, она сказала, нужно вернуться назад, вот едем сейчас назад. Ну, вот, как раз отсюда я вам покажу вот этот поселочек. Видно, что поселочек живет не совсем богато, но народ, я думаю, здесь любят гармошку. В моих фотоотчетах вы увидите, сколько людей собралось здесь. Я буду надеяться, что народ здесь придет. Связи здесь нет, которая у меня есть. Библиотека. Ну, вот она, говорю, библиотека, магазин. И следующий. Ну, где-то вот здесь должен, да. Может, вот даже вот этот маленький. Мужика надо спросить местного. Ну, вот так, дорогие друзья, я и добрался до Дома культуры поселка Октябрьский, в Этигорского района, Антамского сельского поселения. Хочется сказать, что замечательный житель города Путаш, Алексей, довез меня прямо до Дома культуры, ни копейки не взяв денег. Я ему пожелал, чтобы его добро вернулось к нему сто крат, удачи на дорогах, ну и просто, чтобы действительно ему попадались такие же добрые люди, как он сам. Сейчас я буду звонить директору Дома культуры, связи на моем телефоне нету, ни Теледва, ни Билайн. Пойду в магазин, чтобы позвонить директору Дома культуры и сказать, чтобы она его открыла, чтобы я попал внутрь, ну и уже начал готовиться к концерту. Вот, дорогие друзья, я и нашел даже, где живет директор Дома культуры, мне подсказали добрые люди. Я пришел, мы пришли сюда, в Дом культуры, и с замечательной заведующей Дома культуры Ольгой. И видно, что здесь меня ждали, вот, селедочка, колбаска, картошечка. Ну и будем народ теперь ждать, чтобы люди не подвели в этом уютном поселке. Спасибо большое. И процветай, замечательная русская гармонь. И, конечно же, добрые люди. Друзья, только что я доехал с замечательного Октябрьского поселка до Андомский погост, где давал вчера концерт. Вот такая здесь красота, вот та машина меня довезла. Вот. И сейчас я буду ловить попутку до Липиного бара, где я отправлюсь через переправу в Белозерский район. Два дня проведу по маленьким деревням с концертами. И неважно, 20 там человек придет или 100. Буквально пару минут вновь, как и в дневном случае, я постоял на остановке, на повороте Андомский погост. И меня забрали замечательные люди. Продолжение следует...